59, 60 мы прорешали полностью. Смотрите, устно, устно прорешаем задачку, проработаем и приступим к писемным заданиям. Хорошо? Задача такая. Кире нужно было вымыть 7 тарелок, она вымыла уже, уже, то есть она уже вымыла 3 тарелки. Сколько тарелок ей осталось вымыть? 4. Почему? Как догадалась? Рассказывай. 4, потому что 7 минус 3 равно 7. А если 7 минус 3 равно 4. Вот. Значит, решение к задаче Ярослава будет какое? 7 минус 3. А почему минус, хочу спросить? Потому что она уже вымыла. То есть они уже ушли. Да. То есть их уже нет. Они были и их не стало. Соответственно, мы поставим здесь знак для задачи минус. Верно? Верно. Хорошо. Так, теперь. Так, упражнение 60, 10 мы прорешаем. Теперь обратите внимание глазками на доминошке. А я глаз не вижу. Так, моя дорогая, я сейчас забыла, да? Держи. Возвращайте обратно. Берем на вот с того по-другому. С того по-другому? Да. На наши доминошки. Илюша, на доминошке глазки опусти. Бери. Что это? Бери. На доминошке обрати внимание. Смотри. Смотри внимательно на первую доминошку. Скажи мне, пожалуйста, сколько всего в общем в одной доминошке мы видим кружочков? Пять. Сколько я вижу в первой доминошке кружочков? Восемь. Пять. Восемь. Сколько? Считай пальчиком. Найди мне пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, в общем. Пять, семь, восемь. 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 Всего, всего. В одной доминошке я вижу восемь кружочков. А сколько вычеркнуто, отделено чертой кружочков? Три. 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 Хорошо. А какой пример тогда я составлю к этой доминошке? Восемь минус три. Восемь минус три. Хорошо. Ярослава, сколько будет восемь минус три? Равно пять. Пять. Хорошо. Илюша, а как я могу разложить число пять? Пять? Ага. На какие две, два числа я могу разложить цифру пять? Помните, как показалось? Сейчас даже вспомню. Помогу вспомнить вам. Смотрите. Число пять, Илюха, обратите внимание. Три. Три, верно. Потому что если я поставлю знак плюс между этими двумя числами, то я получу цифру пять. Верно? Так намного понятнее, правда? Дальше поехали. Данил, выпрями ноги и убери свою рацию. Девять. Тот переменок, чтобы я ее не видела. Девять. Девять. Хорошо. В общем, в общем, мы видим девять кружочков, Рада. А сколько кружочков мы видим отделенных, вычеркнутых? Я вас выселю. Сколько виден? Вычеркну. Хорошо. А значит, какой пример задачи я составлю? Задачи к домино. Пять плюс четыре. Пять плюс четыре? Ой, пять минус три. Пять минус три. А почему минус? Потому что туда дели на три кружочков. Они уже вычеркнуты. То есть их уже нет. Их убрали. А когда мы делаем действие вычитания, убираем, соответственно, это становится превращается в знак минус. Не в плюс. Мы не прибавили, мы не принесли. Мы это убрали. Значит, вычитаем. Хорошо. Пять минус три. Верно? То есть не пять, а девять. Сколько во втором там? Я без учебника. Во втором день. Девять. Девять. Отнимаем? Три. Три. Сколько получится? Шесть. Хорошо. Другой вопрос стал. Смотрите. Шесть. Сидеть число шесть. Неудобно это сказать. Число шесть. Как мы разложим число шесть? Пять и один. Пять и один. Тогда если про разные способы заговорили. Три плюс три. Давайте я напишу три плюс три. Три и три. То есть, если я ставлю в знак сложения между этими двумя числами, я получаю цифру шесть. Шесть, конечно. Так. Главочки еще. Два, два, три, четыре, пять. Всего. Да, считай. Сколько насчитал в общем кружочках? Водно и последнее для немножко. Сколько кружочков? Восемь. Ну-ка давай-ка пересчитаем. Покажи мне где восемь. Один. Давай вместе считать. Называй. В одном режиме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет. В общем, в общем, когда я скажу. Десять. Десять. Зачем ты мне говоришь восемь? Десять. Всего? Десять. Учись слышать то, что я говорю. Всего. Я задала вопрос. Сколько всего? А всего кружочков, как мы узнали, десять. Сколько вычеркнутых кружочков мы видим? Давай, приди внимательнее. Вычеркнутых, зачеркнутых кружочков. Сколько мы видим? Семь. Хорошо. Получаем семь. Получаем семь. А как семь я могу разводить рамку? Хочу послушать. Шесть и один. Шесть и один. А еще? Четыре и три. Рука есть? Ярослава. Пять и два. Пять и два. Давайте записим. Пять и два. Велеслава, если я поставлю в знак сложения между этими двумя числами, какое число я получу? Пять и два. Пять плюс два. Да. Что я получу в итоге? Семь. Семь. Хорошо. Так, теперь вот эти записи. Можно даже вот так трубочку обвести. У меня это, конечно, не совсем аккуратно и ровно. Но записать мы это сможем. Вот эти три записи, три числа, три доминошки, которые мы разобрали, должны быть у вас сейчас в стадии. Доминошки? Нет, доминошки рисовать не нужно. Нет, куда ты смотришь, что мы уже взбираем. Смотри. Тебе. Все трудно. Илюша, слышь меня, пожалуйста, вы говорите. Вот это записываете? Вот это записываете? Да. Все вот эти. Ты просто должен перенести себе в тетрадь. А они большие должны будут? Нет, нет, маленькие, как я учу, в одну клеточку, чтобы циферка помещалась. Нет, не нужно большие. Данюша, ты понял, что нужно сделать? Перенеси, мой дорогой, вот эти три записи, которые есть у меня на доске. Коряненькие, но я думаю, понятно, что надо здесь. Так, Данюша, вот так. Майка, ага, хорошо, хорошо, понял. Так, поняла Велеслава, Ярослава поняла? Так, давай-ка я тебе ластик, да? Вот эти коляки, что я писала на доске? Ты видишь, цифру 7 написала, цифру 5 и цифру 6, видишь? Сможешь переписать то, что есть у меня на доске? Сообразишь? Давай сначала с цифрой 7, вот такой интересный лабиринт нарисуем. Потом с цифрой 5, а потом с цифрой 6. Вот тут аккуратно отступи, вот тут, и нарисуй мне все три записи, напиши. Хорошо? Ну, в твоих лучах нарисуй пока. Готово. Почти, сделала. Дождь, ты готова. Меньше цифрой. Стрелочки вот так две от нее. Оп, оп, красные стороны, которые отлетают. Ох, какая путевка размышечная. Ну, что она из-за ли? Волит, тебе меч здесь. Угу, угу. Помочь? Нужен ластик. Все? Ластик? Сейчас Ярославль дотрет уху. Ты все? Ты красный? Красный, чтобы аккуратно было. Не надо. А? На. А? Не грики. Зачем грики большие? Если ты их хочешь стереть, сделаем немаленькие, аккуратно в одну клеточку, чтобы выезжать. Все закончилось, жди остальных. Сядь правильно. Вот. Ага. Угу. Ну, не надо это обратить. Я же не просила. У кого? У меня. У меня. У меня. У меня. У меня. А у тебя что? За печалью видно? Нужно начинать отсюда слева, направо мы начинаем всегда. Ну, никак не справа налево. Ну, все. Ты уже переписала это? Маленько, ты сверяй глазками, что делала, что не делала. Так, упражнение 61-ое. Нам нужно закончить со счетом до конца. Упражнение 62-ое. Не знаю, менять его. Маленько, с вами где-то надо. Метру учтения сегодня. Нет, а третье. Все. Так, первый урок хореография же. Три урока живут. Потом по обеду и по обеду. Три урока. Да, да. Угу. Ты пешком пойдешь к вариму. Я тебе обоих пойдешь к вариму. Первый столбик. Все видят? По три столбика здесь по два примера. Обратили внимание? Первый пример начинается 5 плюс 3, второй 8 минус 3. Все видят? Ты Данюша видит? Не видит. Вижу, что не видишь. Так. Вот он. Первый столбик. Начинаем отступать в одну клеточку. Так, теперь. Одну клеточку вниз отступаем. Ярислава, одну клеточку вниз отступаем. Ой, а я не отступила. Записываем первый столбик. 5 плюс 3. 8 минус 3. Это столбик. Просто он малыш, ты видишь совсем с двух примеров. 5 цифр и старайся помещать в одну клеточку, чтобы они были меньше и аккуратнее. Понял? Ты же у меня там аккуратно писал? Александр, я не отступил. Упражнение 6-1. 61. 5 плюс 3. 8 минус 3. Отступаем одну клеточку от состава числа вниз. Вот от этого. И записываем первый столбик. 5 плюс 3. 8 минус 3. Что он записал? Вниз или в бок? Вниз, вниз. В бок мы отступаем только тогда, когда пишем второй столбик. Все. Как дела? Я не еду, питаюсь. Чего пытаешься? Писать. Писать. А зачем палочки нарисовать? Делил? Да? У каждой цифры дом, что ли, свой? Я все. Все, хорошо. Те, кто записали, сядьте правильно, чтобы я видела, с кем можно работать, кто уже закончил. Ну, дели, нравится, если тебе так тетрадь. Вот, конечно, я не помню, как попало. 7 в другую сторону. Смотри. Вот так. В другую сторону. Вот так. О! Она в сторону окошечка выглядит, смотри. А не в сторону Юши, понимаешь? В сторону окошечка смотрим. В окно. Там 8. 8. Дальше. 8. Как я могу разложить число 8 на? 4, 4. 4, 4. Еще варианты какие? Юша. Значит, 3. 5 и 3. Хорошо. Еще? 8 и 1. Отлично. Все хорошо, поняла. Собросили дальше. Второй пример, какие слова? 8 минус 3 равно 5. 8 минус 3 равно 5. Еще раз повторим, Илюша, 5 цифр. Я как могу разложить на какие-то числа? Пятерку я так могу разложить. На? На 3, 2. Отлично. Хорошо. Дальше. Теперь отступаем 2 клеточки вбок. Не вниз. Не влево, не вправо. Вбок. Как я говорю, вбок. Дайте, пожалуйста, ласчевый. Пожалуйста. Отступаем 2 клеточки вбок. Девочки, ноги опустите. И пешим. Ноги, говорю, рада. И пишем 6 плюс 3, 9. Так, записываем второй столбик. Второй столбик 6 плюс 3, 9 минус 3. Отступаем 2. Где написала? Я так понимаю, не вижу. А почему ты у меня его пишешь не сначала за страницей, а вот тут в середине. Отступаю уже теперь 2 здесь. 2 и на 3 записываем второй столбик. Раник, волосы на пешим. Цифр уже есть, прошу, причины. 5 и 3. 5 и 1. Рада, еще есть варианты, как разложить число 6? 3 и 3. Разложили. 4 и 2. 4 и 2. Что у меня это надо? Это сплошки? Мам, я уложу. Ой, мы уварили наших бедных детей. Во второй пример. Девочки, мы вместе с ответом. Здесь. 10 минус 3 равно 7. 4 и 3. А еще 1 как можно? 7. 4 и 3 уже Ярославна, Ярослава сказала. Как еще? 6 и 1. Да. Либо 5 и... 2. Так, 6 грибов. 6. Он уже нарисовал 3. Сколько грибочков ему не хватает до 6? 3. 3. Илья как думает? 3. А почему? Если всего нужно нарисовать 6, 3 из них у меня уже есть. Допустим, мне еще не хватает? Сколько мне еще не хватает? Еще 3. Еще 3. О, господи, будем сидеть. Так, дальше. Столяру нужно было сделать 4 ножки для стола. Так, он уже сделал 3 ножки. Сколько еще? Шапа. А шапа сделал 4 ножки. Ну пусть будет папа, без разницы. Подожди, нет, я знаю, что ты знаешь. Нет, я хочу услышать Далюшу или Илюшу, без разницы. Илюшу, там, в совершенстве. Знаешь, сколько мне нужно нарисовать? А, уточней. 2. Почему 2? Смотри. А столяру нужно сделать всего 4. Ему надо 4 сделать. Он уже сделал 3. То есть 3 у него уже есть. Одну. Сколько ему нужно дополнить? Верно? Одну. Потому что от 3 до 4 не хватает одной ножки. Верно? Кстати, а сколько нам полтал бы там с вами? Все, сейчас мы заканчиваем. Просто, чтобы нам на день перейти к четверке, мы сегодня должны закончить полноценной стройкой. А теперь я попрошу вас составить мне задачку, любую свою, в которой нужно будет отнять от 5, 3. Любую, абсолютно. Катя хотела собрать 5 грибочков. 3 она забыла собрать. Сколько всего, сколько всего грибочков осталось? Хотела собрать 5. Так. Тогда не так сделаем. Тогда сделаем. Не хотела, а Катя собрала 5 грибочков. И 3 съела. Ну, просто. 3 съела. Катя собрала 5 грибочков. А теперь, Алёна, да, свою другую. Сколько всего грибочков у неё осталось? Хорошо. Так, согласна. Илюз, давай твоя задача. Переменно. Да, переменно. Давайте закончим задачку. У мамы было... 3. Нет. Давай, ладно, хорошо. Вам было 3 издавленных. Она купила хлеб за 5 рублей, а пряники за 3 рубля. У неё сдача была сколько? Хорошо. 5 плюс 3 рубля. Да, только на задании плюс, а минус. 8 рублей. Ой, хитрый. Мама отбавила. Всё переменно будет. Ладно, отдыхаем. Идём, моём ручки и бежим на перекус. Там, на улице, пробежим. Переработали домой. Всемир. Что? Жиле надо после обеда вообще. Ага. Почему? Это очень хорошо, что мои там... Что вы сделали, мои хорошие? Дождь, ты всё уграй? Не маленькая. Что это есть? У меня ещё вкусная каша на обед. И всё, и пойдёмте с этой мерой. А какая каша? Гречневая сегодня. А я такая унюхала гречневую. Это не молочная, если не гречневая. И не супчик. А если вот гречка с молоком? Ну, будет ведь с молоком. Если лучше с молоком. Почему? Ну, я обожаю просто гречку с молоком. Я обожаю. А знаете, что? Первое слово дороже второго. Первое слово стоило корово. Коробка уронировалась, слово появилось. Это вот дальше. Первое слово дороже второго. Я не рисовала, а две номера. Ага. Так. Три плюс один, это откуда у нас? Один плюс три. Хочу. Ты у меня места, что ли, перепугала? Угу. Места перепугала. Так. А, ты же у меня места поменяла, здравствуй. Точно, точно, пациент. Всё вспомнила. Так, сейчас у неё ягод вина, да, у тебя нет. Так, ну, мы идем, что ли, шестьдесятое упражнение, что мы теперь, да? Давай тебе арифметическую лягу, да? Су, чего ты будешь? Пустой, умеешь. Так, ты видишь? Умеешь дома? Тоже ничего. Не делаешь так? Тебя парки дома не прописываешь? Красивенько. Мама не делает так? Делаешь? Блин, заказу, помарьку. Ну, так иди ты к нам в табаку. Да? Сотряги на это. Главное написать до конца вот этой строчки. Вот она у тебя, помни, да? Так, здесь колотоль. Открывают друг от друга одну леточку. Видишь? Ты же написала цифрочку? Леточку шагнула? Попробуем? Так, как сны в промне. Тетрадь наисказок, чтобы было красиво. Давай, покажем. Ох, дедок-то согнулся. Это кто-то уже 17-я? Су, а нечего. Я не буду, ничего. Ох. Вот, покажем. 11-я, верно. Так как у нас арифметика, мы пишем цифровым способом, не про все. 17-я точка 11-я. Да. Отступаем. Две. Опустили все глазки в рабочей странице. От предыдущей записи, от последней, точнее, темы. Так, где заточены? Вот тут, да? Значит, отступы начинаешь сразу. 13-я точка 11. От последней темы, от последней вашей заключительной записи с прошлого урока. Вот она у тебя. Где я? Общись? Нет. Отступаем. Две клеточки вниз, на третье пишем. Вот так. Там роза, проживая. 11-я точка. На самом деле это руки ставят. Две клеточки вниз. Давай пиши, хорошо. Убирай это все, на перемене с тобой поиграем. 13-я точка. Ага. Где написала? Куда поехала? Вот у тебя последняя запись, заключительная тема. Вот это сейчас ластик, да? Убирай сразу. Смотри, две клеточки вниз, на третье пишем. 13-я точка 11-я точка. Что, дам ластик? Не забывай, что теперь работаем очень часто с ластиком. Все, 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 все. Заканчиваем нашу тему с счетом на три. Сегодня у нас заключительный урок. Заключительный. Страничку открываем в наших учебниках. 38. Страничка 38. 38. Илюша. Страничка 38. 3-а, верно. Хорошо. Страничка клади поровнее. 3-8, одна. Так, все нет. Да, чтоб со всеми встречали шоу. Ты чего? Как дед-то старый. Ох. Смотри, одну клеточку друг на другую. Не лепи их друг на другую. Видишь, как они у тебя близко жить стали? Тебе нужно поставил домик, клеточку одну отступил, поставил вторую. Опять клеточку отступил, поставил третью. Понятно? И как дедулька, не сгибайся. Вот так. Вот так, чтоб тебя придерживали, чтоб она не сбежала. Смотри, теперь клеточку и опять двоечку поставил. Опять клеточку отступил, опять двоечку поставил. Ничего, ничего, ничего. Привыкнутая, мама, карандаш даже не придержит. Стой. Стой, погони. Смотри. Берем. Тебе не мешают они? Малышки твои красивые. Да. Смотри. Вот так берешь. Три пальчика должно быть задействовано всегда. Три рабочих пальчика на письме. Смотри. Так. Нет. Вот так. Указательно. Вот, как Велеславу. Чем. Так. Вот так. Указательно. Мы как бы внахлёст его наверх делаем. Оп. Вот так. Вот так. Вот так. А вот этим просто помогаем. Придержим. Смотри. Вот так ты должен тремя пальчиками держать, королевш. Ну, попробуй так. Вывод намного удобнее. Такое чувство, как будто раньше левый писал. Всегда правый пишет. Все в обратно. Так, Ярославовна, у нас что за ходьба? Присели. На меня глазки подняли. Ну, ярославовну. Субтитры сделал DimaTorzok